У нас в гостях Светлана Владыкина, начальник отдела розничных продаж по ИЖК. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот мы услышали только что информацию, да, хотелось бы к ней получить ваш комментарий. Ключевая ставка, она увеличилась, да, об этом было объявлено. В связи с этим подорожает ли ипотека? Смотрите, тенденции к повышению процентной ставки по ипотеке, они прослеживались еще с конца прошлого года. На сегодняшний день по основным ипотечным игрокам повышение ставок не произошло. Такие изменения возможны, но изменения будут незначительные. Рынок ипотеки надо вообще разграничить на две основные составляющие. Есть ипотека с государственной поддержкой и есть коммерческая ипотека. Понятно, что коммерческие банки, любой банк может устанавливать любую кредитную линейку, устанавливать свои условия кредитования. Но у нас есть еще такой момент, как государственная поддержка, государственное регулирование. Рынок ипотеки, он занимает такое ключевое звено, именно если мы берем взаимодействие государства и решение каких-то государственных задач, в частности решение жилищного вопроса определенной части населения, либо большей части населения, процентная ставка будет все равно регламентироваться, так скажем. По нашим прогнозам изменение ставки может произойти, но может произойти незначительно. Порядка от полупроцента до процента. А если это произойдет, то когда этого ожидать? Ну, если это и произойдет, это произойдет постепенно. Возможно, что это будет незначительное повышение ставки в течение времени, там подняли на 0,1, на 0,5, но это будет как бы растянуто во времени, и для большей части заемщиков это будет незаметно. А с чем вы связываете? Вот насколько мне известно, в последние, там, наверное, с начала Нового года, я не знаю, какой точный период, но последние два месяца точно наблюдается все-таки бум заявлений по ипотеке. С чем вы это связываете? Это связано с общей экономической ситуацией в стране. Люди в ожидании кризиса, люди в ожидании непонятно чего, что может вообще в принципе произойти. Соответственно, люди боятся потерять сбережения, которые имели. У людей, у многих стоит задача, да, пусть у меня будет что-то, чем вообще ничего. Многие, вот именно первый квартал 2014 года, он был связан с ростом продажи недвижимости. На вторичке? Вторичный рынок, новостройки разбирали, все застройщики продажи были на очень высоком уровне. Соответственно, многие привлекали ипотечные средства. Видите, в период кризиса все ожидают, как роста цен, да, вообще непонятная ситуация складывается. Люди из-за этой неопределенности, есть сейчас условия кредитования, они на данный момент неплохие, так скажем, да, в среднем по рынку. Если есть возможность взять ипотеку, люди берут, вкладывают свои денежные средства, кредитные денежные средства в недвижимость. Соответственно, они каким-то образом подстрахованы остаться ни с чем. То есть мы сейчас живем в следующей ситуации. Получается, ставки по ипотечному кредиту, они плавно поднимаются, да, вместе с тем наблюдается бум продаж на рынке недвижимости. Соответственно, конкуренция и цены, да, они на пике сейчас. Ну, я бы так сказала, бум уже немножко затих. Это было именно в ожидании Нового года, в ожидании того, что будет дальше. На данный момент, во-первых, денежные средства у населения закончились. Те сбережения, которые были, люди уже таким или иным способом реализовали. Кредитами воспользовались, да. То, что ликвидно и то, что можно было вкладываться, это тоже по большей части реализовано. Понятно, предложение... И раскуплено. Да. Понятно, предложение есть, но на данный момент, как мы оцениваем, идет такой период стабилизации. То есть в тот период было и повышение цен на жилье. Но сейчас уже такого ажиотажа нет. Смотрите, в этот самый период стабилизации могут ли пострадать те люди, которые ипотечный кредит взяли уже давно? Вот те самые ставки, да, когда ключевая ставка вырастает, те самые ставки по ипотеке повышены. Могут ли коснуться их? Могут ли пересматриваться договоры? Смотрите, вопрос очень серьезный, и он не просто так из воздуха возник. В прежней кризисной ситуации люди столкнулись с такой проблемой, да. В кредитном договоре было предусмотрено повышение изменений. Не повышение, а именно изменение процентной ставки. И это изменение процентной ставки было привязано к различным условиям, которые наступали в экономике. Во-первых, опять-таки же говорю, есть законодательно закрепленные нормы, да, это во-первых. Во-вторых, есть различные предложения кредитных продуктов, в частности ипотечных. Самым распространенным на сегодняшний день это является ипотека с фиксированной процентной ставкой. Что она подразумевает? Невозможность изменения процентной ставки не в ту и не в иную сторону. То есть банк вам предоставляет условия по ипотеке, по кредиту. Эти условия фиксируются и независимо от того, кризис, не кризис, эта ставка сохраняется. Есть иной момент. Это тоже широко распространено. Есть такая кредитная линейка, как рефинансирование и кредит на погашение кредита. Те заемщики, которые в период бума роста ставок по ипотеке взяли ипотечные кредиты, но исправно платили, зарекомендовали себя, они могут подать заявку на улучшение своих условий по действующим ипотечным кредитам. Сколько должно пройти время и сколько человек должен исправно платить, прежде чем он получает право написать такую заявку? Как правило, разными стандартами по-разному закреплено. Как правило, это от 9 месяцев до года. То есть если человек на протяжении 9 месяцев показывает, что банк правильно сделал, что ему поверил, предоставил ипотечный кредит, либо этот же банк, либо иное кредитное учреждение, очень заинтересовано в таком заемщике, потому что он себя уже зарекомендовал, то есть дополнительно тщательной проверки данного клиента не требуется, и многие хотят предоставить такую льготу в виде снижения. Фактически это получение нового ипотечного кредита на погашение старого. На других условиях. Вот чтобы сейчас, я думаю, что вы достаточно понятно все объяснили, но чтобы люди каким-то образом себя подстраховали, вот давайте подскажем прямо конкретно по договору, какие пункты конкретно они должны внимательно прочесть, чтобы понять, какие у них шансы есть, какие они риски на сегодняшний день имеют. Ну, вообще, любой кредитный договор, как в частности мы разбираем случай ипотечного кредитования, каждый пункт, он существенен. Прежде чем подписывать какой-то документ, нужно внимательно ознакомиться. Как правило, практически у всех банков шаблоны, так скажем, договоров, они выложены на сайтах, на каких-то интернет-ресурсах. Как минимум, есть возможность обратиться к специалисту кредитного учреждения и попросить заблаговременно. Если человек не совсем сам компетентен и не понимает некоторых нюансов, которые озвучены, у него всегда есть право обратиться к юристу, к специалисту, либо пригласить на сделку, что часто очень бывает. И специалист уже смотрит. Все пункты кредитного договора, они все существенные. Но один из самых основных моментов, который затрагивает интересы клиента в сторону изменения каких-то условий кредитования, это в частности изменение процентной ставки, это все условия кредитования, все прописано, какой размер кредитных средств предоставляется, срок кредитования, процентная ставка и возможности изменения. Это все по пунктам, это все прозрачно, поэтому любому человеку, решившему взять кредит, либо уже взявшему, даже тем, кто сейчас на руках имеет кредиты, стоит обратиться к этому договору, внимательно его изучить, понять и сделать для себя выводы. Спасибо вам огромное за интересную и актуальную консультацию. Я с вами прощаюсь, и наши телезрители тоже. Продолжение следует...